Президент США Дональд Трамп поддерживает Брэкдит, а также опровергает слухи о Национальной службе здравоохранения. Северная Македония интересуется поставками азербайджанского газа через Грецию. Введение налоговых льгот для тех, кто оказывает туристические услуги. Как отметил в ходе второй генассамблеи Ассоциации отелей в Баку, исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму, это поможет стимулировать развитие туристического бизнеса в стране. Помимо налоговых льгот предполагается применение инноваций. Мы опубликовали ежегодный отчет Госагентства по туризму и Туристического бюро Азербайджана, который отражает проекты, проделанные в текущем году. Среди проектов на следующий год создание туристического реестра, который будет коллективной базой данных как для внутреннего рынка, так и для бизнес-партнеров. Товарооборот между Азербайджаном и странами Организации экономического сотрудничества превышают 4 миллиарда долларов. Об этом было сказано в ходе 6-го заседания министров сейского хозяйства Организации экономического сотрудничества в Баку. Как отметил министр сейского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, ОС – важная платформа для регионального сотрудничества. На ее основе были реализованы региональные проекты с ООН, продовольственной и сельскохозяйственной организацией и Всемирным банком с участием стран ОС. Все эти проекты положительно сказываются на развитии сельского хозяйства Азербайджана. По словам Генсека организации Сейда Яхья Ахлаки, необходимо использовать соответствующие технологии, инвестировать в сельские регионы, предотвращать деградацию земель. Урбанизация отрицательно сказывается на сельском хозяйстве. Следует сделать упор на финансовую и техническую поддержку проектов. Американские фондовые индексы перешли к снижению из-за неопределенности вокруг экономических и политических отношений Вашингтона и Пекина. Рынки отыгрывают заявление президента Дональда Трампа об отсутствии крайнего срока для заключения торгового соглашения с Китаем. Трамп не будет заключать сделку с Китаем до своих президентских выборов, которые традиционно будут в ноябре 2020 года. И фондовые рынки на эту новость отреагировали. Ко всему еще новые тарифы против Аргентины и Бразилии, а также на некоторые, так скажем, французские товары. Это все в целом усугубило положение и основные индексы фондовые, значит, американские и тихоокеанского региона, они снизились. И снижение я, в принципе, ожидаю, то есть до конца этого года, возможно, они еще, ну, в среднем могут просесть на 4-5%, это тот минимум, который, в принципе, следует ожидать. Основные фондовые площадки азиатско-тихоокеанского региона демонстрируют отрицательную динамику на фоне все тех же заявлений президента США относительно перспектив торгового соглашения с Китаем. Президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита лидеров НАТО ответил на вопросы журналистов о торговой сделке с Китаем и поделился собственным мнением относительно выхода Великобритании из Европейского Союза. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что точной даты заключения торгового соглашения с Китаем не имеется. И, скорее всего, это произойдет после президентских выборов. Несмотря на прогресс в переговорном процессе между Вашингтоном и Пекином, еще неизвестно, будет ли подписано соглашение. Мне нравится идея подождать до окончания выборов, чтобы заключить соглашение с Китаем. Но они хотят заключить сделку сейчас. И мы посмотрим, будет ли сделка правильной. Все должно быть правильно. Президент США также заявил, что поддерживает Брекзит, а также прокомментировал обвинения Лейбористской партии против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Якобы тот собирается продать национальную службу здравоохранения. Глава Белого дома отметил, что все это необоснованные слухи. Вы знаете, я фанат Брекзит. Я был на открытии Торнбери накануне до Брекзита. Все вы там были. И меня там спросили, случится ли Брекзит. И я сказал, да, по-моему, это произойдет. Ранее Дональд Трамп призвал премьер-министра Бориса Джонсона и инициатора выхода Великобритании из ЕС Найджела Фараджа объединиться на досочных паламских выборах 12 декабря, сообщает агентство Франс Пресс. Самира Рзаева, CBC. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор намерен действовать решительно с целью восстановления ценовой стабильности в еврозоне. Предстоящая стратегия ЕЦБ коснется широкого круга вопросов, включая изменения климата и инфляцию. Будут изучены возможные риски запуска официальной европейской цифровой валюты. По мнению Кристин Лагард, такая валюта пойдет на благо всем в еврозоне и позволит усилить позиции евро в мире. Ожидается, что результаты первой за 16 лет фундаментальной оценки стратегии ЕЦБ будут объявлены 12 декабря в ходе заседания Совета управляющих. За эти 60 лет многое произошло. Произошли изменения в демографии, в среднем возрасте населения, как в развитой экономике, так и в массивных технологических переменах, которые непрерывно развиваются и усугубляются. Изменение климата наконец-то достигло того уровня, когда заинтересовало общество, и люди готовы взять на себя ответственность за это в будущем. Сокарт Верки Энерджи успешно завершила интеграцию предприятий, расположенных на полуострове Алиага в городе Измир. Все операции, производимые на предприятиях, будут под контролем Единого центра управления. Руководство предприятиями из Единого центра помогло за короткие сроки повысить продажи, обеспечить возврат инвестиций и нарастить производственные мощности. Общий объем инвестиций государственной нефтяной компании Азербайджана в Турецкий полуостров близится к 10 миллиардам долларов. Будучи крупнейшим инвестиционным проектом Азербайджана в Турции, отмечается, что с сентября завод вышел на полную мощность, объемы переработанной нефти превысили 6 миллионов тонн. К концу года эта цифра составит 7,5 миллионов тонн. Министр энергетики Азербайджана Пиарвис Шахбазов отправился в Вену по приглашению генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо для участия на седьмом заседании министров стран ОПЕК+. По сообщению пресс-службы Министерства энергетики, на заседании будут обсуждены текущие ситуации на глобальных нефтяных рынках, а также с показателями мониторингового комитета ОПЕК+, о выполнении обязательств по сделке. Отмечается, что в октябре страны ОПЕК исполнили обязательства на 142%, а не ОПЕК на 141%. Напомним, что соглашение о сокращении нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки в сравнении с уровнем октября 2018 года было продлено до конца первого квартала 2020 года. Цены на нефть перешли к росту на данных о снижении запасов в Соединенных Штатах. По данным Американского института нефти, запасы за неделю сократились на 3,72 миллиона баррелей. Если оно будет подтверждено официальными данными со стороны Министерства энергетики Соединенных Штатов, то станет максимальным с сентября. С целью получения азербайджанского газа посредством трансадриатического трубопровода Северная Македония строит интерконнектор с Грецией. По сообщению греческих СМИ, об этом сообщил замминистр иностранных дел Греции Костас Фрагоганис. Энергетический сектор способствует экономическому росту и конкурентоспособности. Главная цель Греции – повысить собственную энергетическую безопасность, а также превратиться в энергетический хаб, обеспечивающий поставки газа для других стран. Этого можно достичь путем полной поддержки сбалансированной диверсификации источников, поставщиков, а также маршрутов. Кроме того, развитие местных ресурсов приводного газа и возобновляемых источников энергии, добавил Костас Фрагоганис. В этом контексте при поддержке ЕС в Греции осуществляются масштабные проекты, такие как трубопровод ТАП, интерконнектор Греции-Болгарии и интерконнектор между Грецией и Северной Македонией. Это были главные новости мира финансовой энергетики. Оставайтесь на CBC, чтобы быть в курсе актуальных тем текущего дня. До встречи. КОНЕЦ КОНЕЦ